Более двух миллиардов рублей на развитие городских пространств. Мэрия подписала соглашение о социально-экономическом партнерстве с компанией «Русал». Что именно вошло в перечень проектов, в сюжете далее. Дорогие друзья, это знаменательный день. Давайте поаплодируем. Администрации Красноярска аплодисментами встречают соглашения с компанией «Русал». В документе прописаны проекты развития города, которые компания реализует до 2026 года. Главная цель этих инициатив – улучшить городскую среду. Например, компания продолжит программу благоустройства дворов советского района. За пять лет компания уже обновила 27 придомовых территорий. А в 2024 году «Русал» благоустроит шесть дворов в советском районе. Справедливо и правильно, что они заходят прежде всего и во дворах решают такие важные социальные задачи, как благоустройство территории. Отдельный блок, отдельное направление – это спортивные объекты, безусловно. Это и зал единоборств, который сегодня будет позволять ребятам в солнечном заниматься видами спорта. Это и развитие социальных спортивных объектов на пришкольных территориях. Это еще одна задача, которую компания «Русал» решает. Значение сотрудничества властей с большими компаниями отметил депутат Государственной Думы Александр Дроздов. Соответственно, мы можем и больше реализовывать проектов совместно между спонсорами и бюджетом. Потому что есть такие вопросы, которые бюджет не может профинансировать, особенно на ранних этапах. Помимо социально значимых и спортивных объектов, для красноярцев обновят и общественные пространства. Реализацию программы по развитию городской среды можно наблюдать за моей спиной. Это центральный парк. Его масштабную реконструкцию проводит компания «Русал». Сейчас уже завершен второй этап работ. На противоположной стороне – дома на улице Горького, исторический центр Красноярска. Их тоже реставрировала алюминиевая компания. Всего работы провели на шести объектах. Новые восстановленные объекты исторического квартала мы должны увидеть совсем скоро, говорит вице-президент «Русала» Елена Безденежных. Помимо этого, она отмечает, компания не только работает на готовых объектах, но будет строить и свои. Например, жилой квартал для работников «Русала». Объекты, которые тоже давно ждали красноярцы – это исторический квартал города Красноярска. Продолжается его реконструкция, и скоро исторический квартал во всей своей красе предстанет перед гостями нашего города. Что касается других проектов, это и строительство «Русал-квартала». Это жилье для работников и для горожан. В соглашение также вошло благоустройство сквера имени Водянникова. Этот проект «Русал» вместе с администрацией Центрального района Красноярска создали на месте пустыря в 2023 году. В этом году там установят памятник Андрея Водянникова, чье имя носит улица и сквер. Новости ТВК. Новости ТВК. Новости ТВК. Продолжение следует...